приветствую дорогой друг в эфире вымпел здесь по традиции несмотря на смутную погоду холод и ветер ты сможешь узнать все что тебя интересует из мира радости то есть настолок игр комиксов кино и прочих атрибутов гиковской индустрии смотри сегодня в выпуске создай свой идеальный мир крупнейшие сливы в истории гейм-дева билет на поезд теперь юбилейный и много что еще наш сегодняшний выпуск следует традиции рассказывая о компьютерных играх и выпуск сегодня получится очень богатым на разные новости настольные ролевые игры в последние десятилетия переживают новый рост популярности каждый год выходит множество тайтлов но игрокам все еще не хватает простого и удобного инструмента чтобы создавать свои собственные миры и тут на помощь должен прийти минер инструментарий создания миров для ролевых компаний игроков в дебютном уже представленном трейлере показаны красивые пейзажи и сражения в фэнтезийным колоритном мире пользователи легко смогут создавать миры для собственных ролевых компаний инструмент позволяет создавать карты до 100 пятидесяти пяти квадратных километров создаваться процедурно и затем редактировать. После этого пользователи смогут добавлять замки, поселения, подземелья, торговые посты на карту, загружать правила и начинать собственную игру. Создавать можно будет самый разный ландшафт, поля, горы, реки, озера, также настраивать множество элементов, включая погоду. Играть можно будет в одиночку, за одним ПК или по онлайну. Причем инструментарий, что приятно, будет совершенно бесплатным и пользователи смогут пользоваться магазином для покупки самых разных дополнительных ассетов. Команда проекта уже собрала 200 тысяч на Kickstarter, хотя изначально требовалось чуть более 40. Релиз намечен уже на март 23 года. Шутер Deathloop выходит в Game Pass на ПК и Xbox Series. После практически годовой эксклюзивности на ПК и PS5 Bethesda выпускает обновление Golden Loop, которое добавит в игру расширенную концовку, новое оружие, новых противников, новые улучшения способностей, кроссплей для PvP между всеми актуальными платформами и множество других сюрпризов, включая спойлер, расширенную концовку. Те, кто игру проходили, понимают, что игре это было очень-очень нужно. Напоминаем, что до недавней поры Deathloop была доступна лишь на PlayStation 5 и ПК. Наш насыщенный новостной блок на этом подходит к концу, а мы плавно переходим к следующей теме, не отходя далеко, впрочем, от темы компьютерных игр. Наша новая рубрика посвящается компьютерным играм, впрочем, формат зрителям проекта Вымпел уже знаком. Это импровизационная манера, в которой мы говорили о сериале Оби-Ван и Кеноби, о сериале Пацаны, и сейчас мы поговорим об уже вышедшей почти год как игре Deathloop. Впрочем, игра получилась очень классной, ну и раз уж сама Bethesda, возвращая ее на платформу Xbox вследствие сделки с Microsoft, может дать нам возможность поиграть, то почему бы нам про нее не поговорить? Плюс это не просто выход игры, это полноценное возвращение с новым контентом. Те, кто игру уже прошли, смогут встретиться с новыми противниками, те, кто оказались неудовлетворены концовкой, смогут увидеть несколько расширенные последствия собственных действий, а те, кто ценят проект его иммерсивность и возможность повеселиться, получат новые способы сеять в хаос, безумие и смерть на черном рифе. Собственно, Cymis в чем? Игра от Arkane Studios — это иммерсив сим. Не классический, каким был Dishonored или Prey, но одну деталь он, собственно, унаследовал. Несмотря на любовь игроков что к Dishonored, что к Prey, продались они довольно паршиво. И Deathloop не исключение. Несмотря на очень высокие оценки критиков, говорилось о определенных проблемах с продажей игры и очень хочется верить, что эта экономическая ситуация не станет причиной, по которой сиквела мы не увидим. Поскольку есть теории, причем теории, которые выходят за грань простых домыслов людей с Ютуба, а буквально слитые питчинг-документы, в которых демонстрировалось, под каким соусом издательству хотели продавать идею игры, чтобы Arkane выделили деньги и в документах планировалось, что это будет проект спин-офф во вселенной Dishonored. То есть у нас есть мир Дануэла, мир, где проходили события двух частей, также нескольких расширений, в том числе смерть, чужого Death of the Outsider. И по этой версии считается, что продолжением в далеком или не очень далеком будущем является Deathloop. Смотря на прогрессивный скачок, учитывая наличие огнестрельного оружия, можно считать, что прошло довольно много лет. Впрочем, в мире, где существует бездна и существуют подобные силы, много это очень относительно. Весь мир крутится вокруг уже привычной формулы стелса или прохождение путем экшена. Экшен не наказывает игрока в этот раз за плохое поведение, образно говоря, не лишает ему удовольствия от концовки, если игрок решит, вместо того, чтобы кратко тихо под потолком устроить небольшую мокруху. Нет, в этот раз поощряется. Цель буквально убить 8 человек за одну петлю. Принцип какой? У вас есть 4 периода времени, то есть 4 локации, которые вы можете посетить. Локация, фактически, это Черный риф и разные ее районы. И каждый район вы можете посетить утром, днем, после полудня и глубоким вечером. Собственно, после того, как проходят 4 этих периода, независимо от того, где вы их провели, день перезапускается и все ваши накопленные вещи, если вы не успели насытить их местным специальным резидиумом, это материал, который близок к поклонникам Роу Влайта, чтобы сохранить потерянное имущество в некоторых играх, вы вынуждены начинать все сначала. Но самое важное, что у вас остается, по задумке разработчиков, это знание. Вы запоминаете алгоритм, где была цель, где она бывает утром, где она бывает днем, где она бывает вечером. И, собственно, исходя из этого, вы можете как можно эффектнее и веселее убить вашего противника. Почему в свое время игра подверглась критике? Потому что поклонники Мерси в Сима, это та очень небольшая, но очень преданная кучка фанатов, которая, к сожалению, недостаточно большая, чтобы окупить затраты на игру, из-за чего с сиквеном бывают проблемы, но в то же время достаточно эмоциональная, яркая, эпатажная, чтобы отстаивать свою точку зрения на самых разных формах. Одна из особенностей — это строгая необходимость следовать определенной последовательности. У вас нет, грубо говоря, права выбора, как и кого убивать, потому что в трейлерах игры позиционировалось, что вам надо найти уникальное решение, как 8 человек за один день найти и скомбинировать. А игра по итогу предлагает вам это все сделать буквально по пунктикам. Есть только один метод, и вы ему будете следовать. Весь игровой процесс — это поиск зацепок, из которых в итоге складывается вот эта смертельная последовательность, которая завершает петлю. Однако из плюсов стоит отметить, что противники получили очень колоритными. То есть пребывание в локациях, что называется, чисто зайти, расслабиться, пострелять, полностью оправданно. У всех из нас, кто играет в игры и отдается этому хобби, полностью есть подобные проекты, в которые мы заходим не сколько за осмысленным прохождением, а расслабиться, весело провести время, перепройти уровень, там, муточку классную послушать. И Deathloop определенно к такой игре относится. Саундтрек потрясающий, и благо геймплей позволяет очень весело проводить время, вернуться в местный центр звукозаписи и устроить погром с турелями. Или побегать по бункеру, который так и пестрит эстетикой позднего Советского Союза, благо отсылки на государство, навеянное вайбами нашей могучей Родины, имеется. Ну, собственно, множество секретов черного рифа, которые игроки нашли или найдут с новым обновлением, могут стать теми секретами, которые найдешь и ты. Я игру лично проходил, и в ближайшее время снова планирую, ну и от себя рекомендую потратить вечер за этим увлекательным занятием. А наша рубрика потихоньку смещается на новую. В нашей студии сегодня игра, которая совсем недавно отметила свой юбилей, и что еще интереснее, в ближайшее время, в ближайшие два года сможет отметить свой 20-летний юбилей. Это культовая игра Ticket to Ride, так называемая вступительная точка для множества настольщиков. И в данный момент это игра Алана Муна, версия 2014 года. Вот здесь коробка любезно проиллюстрирована, 10-летняя годовщина. Все, и сегодня она в нашей студии. Ну и что ждать, мы ее будем распаковывать. Поскольку игра относительно простая, поэтому она считается таким пунктом вхождения в хобби для тех, кто увлекается настолками, мы больше времени посвятим разбору компонентов, что же в ней такого есть. Потому что юбилейное издание не зря называется юбилейным, оно полностью соответствует своему названию, и оно просто шикарное с точки зрения компонентов. Правила, причем это версия, которая, собственно, является самой первой. Это версия, посвященная простройству железнодорожных путей в Америке. Сейчас присутствует на полках, в том числе ее можно купить в России, версия, посвященная Европе. Но меня больше зацепил американский стиль. Он несколько гротескный, отдает стимпанкам, и поэтому покорил мое сердечко. Стоит отметить, что правила они на английском, можете увидеть. То есть шрифты, все красиво, правда ничего не понятно. С другой стороны, здесь присутствуют самые разные языки, и в некотором смысле это очень символично напоминает тот путь, который Ticket to Ride прошла, посетив множество регионов в своих итерациях, ну и в том числе став культовой настолкой по всему миру. С правил мы переходим непосредственно к компонентам. К полю мы придем чуть позже, оно очень большое, приятно лежит в руках, и как и многие игры, оно не блоковое, как сейчас есть в играх подобие зомбицида. Оно непосредственно раскладное, как, например, в том же Древнем Ужасе. И поистине из него получается очень большое красивое полотно, по которому будем двигать наши поезда. В юбилейной версии присутствует органайзер. Независимо от того, была ли бы эта игра юбилейной или нет, органайзер это просто чудо, настоящий подарок. Потому что сейчас нынешней манерой выпускать игры с множеством карточек, самых маленьких карточек, то место, где их можно хранить, это замечательно. Да, здесь нет пластиковых специальных чехольчиков, которые можно было бы вставить, как мини-файлики. Но здесь есть хотя бы сектора, куда все это можно положить, не боясь это помять. У нас здесь есть несколько самых разных типов поездов, и это вот просто... И звук, и оформление. И мы не поленимся, мы посмотрим все виды поездов, которые представлены. Это у нас составы, очевидно, с углем. Много, очень много. Приятно шумят в коробочке. Следом у нас какие-то загадочные бочки. Тоже очень красиво. Причем вот содержимое отдает стилям действительно какого-то стимпанка. Даже, я бы сказал, эпохой викторианских перемен, эпохой прогресса. И играть такую версию гораздо приятнее, как если бы, допустим, юбилейное издание посвящалось бы тому, как поезда выглядят сейчас. И нам предлагали ездить на каких-то современных, ультрабыстрых поездах. Это было бы не так приятно. Не так... Ой. Ну, собственно, так же приятно, как и касаться прокрашенных, причем очень детализированных моделек. Стоит отдать должное, несмотря на множество неприятных случаев, когда юбилейные издания были своего рода халтурой. Это таковым не является. Ну и самое страшное для любой студии это зеленые вагончики. Их тут очень много. Несколько слоев зеленого. Здесь есть и темный, и линии светло-зеленого тона. Ну, полная мечта начинающего видеоблогера. Ну, или настольщика, потому что с такой игрой вы точно не сможете сказать, что хобби настолки это для детей. Потому что стоит она прилично. По своему курсу она была довольно дорогой. Порядка 12 тысяч в свое время. А это был какой? 14-й год. Если учитывая, что у нас она появилась в начале 15-го, это очень приличные деньги. И все больше и больше, смотря на такие игры, понимаешь, насколько на самом деле настолки и в целом игры, независимо от того, компьютерные ли это, или мы говорим про игры виртуальной реальности, из ситуативных развлечений для детей, чтобы занять чем-то свое любимое чадо, превратились в хобби. Хобби, где взрослые люди стараются угодить другим взрослым людям. И поистине иногда у них это получается просто потрясающе. Например, здесь мое сердечко растаяло от циркового вагона, в котором есть маленькие жирафики. Цирки это, конечно, не очень хорошо, с учетом того, как к животным в ним относимся. Но с точки зрения, когда мы строим свой мир сами, можно представить, что мы, например, очень добрый цирк, который везет своих зверят, например, куда-нибудь в очень красивую имитацию саванны. И весь этот позитивный тон очень хорошо отдает подобную атмосферу. В целом игра напоминает какую-то праздничную коробку. Все яркое, все нарядное, все приятное. Даже не побоюсь посмотреть карты. У всех на рубашке. Десятилетний юбилей. Тикет Турайт. Игра Лана Муна. Это потрясающее оформление, которое не уходит от канонов, которых придерживаются, собственно, сами поезда. Правда, правда, видов вагонов здесь несколько меньше, и они отличаются. Поэтому поначалу можно спросить, а где, собственно, остальные вагончики. Но такой потребности нет. Игра входит в топ самых популярных игр наряду с колонизацией. Прошу прощения, с колонизаторами или с игрой Катан. С той же игрой, которую сейчас очень принято любить. Это Каркасон тоже с множеством версий. Ну и напоследок, чтобы подразнить или немножко похвастаться, хочется развернуть хотя бы на треть или на четверть. Вот это шикарное игровое поле в то место, которое у нас доступно. Вот, здесь есть и трек подсчета очков, и множество красивых линий, иллюстрации, как из самых лучших детских книжек с картинками. Словом, на этом поле построить вам свою дорогу из самых разных красивых нарядных вагончиков будет отдельно приятно. Это касается и обычной версии. Да, это специально напомаженная красивая, но и с обычными играми можно сказать, что с качеством у них все хорошо. Поэтому в целом это хвалебная ода коллекционному изданию, но от себя могу дать рекомендацию, что независимо от того, начинающий ли вы настольщик, или вы настольщик, который имеет солидный стаж, иметь хотя бы для собственной коллекции или для возможности, как ребенок весело подвигать поезда, я могу вам эту замечательную столку порекомендовать. Ну и от таких исключительно хвалебных отзывов сегодня, что на Deathloop, что на Ticket to Ride, мы плавно на такой позитивной ноте движемся к нашему окончанию программы. Наш очередной выпуск подходит к концу и время для традиционного прощания. До скорой встречи, друг! Ровно через неделю мы вернемся и снова расскажем тебе о новостях и о всяких вещах из гиковской индустрии, которыми ты сможешь скрасить свою осень. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok